При падении рынка что происходит с облигациям ТИПС? Тоже отличный вопрос, что с ними происходит? Смотрите, ТИПСы, в чем их отличие от ТЛТ, то есть есть облигации с фиксированным купоном, то есть ставка купона, ставка доходности по облигации заранее прописана, которую вы получаете в проспекте эмиссии. В ТИПСах ставка купона не прописана, она привязана к ставке инфляции, то есть соответственно рассчитывается инфляция и по итогам инфляции происходит выплата ставки согласно инфляции. Поэтому когда вы обладаете ТИПСами, в чем их преимущество? В том, что скорее всего падение будет на ожидании, то есть падение скорее всего произойдет на программе сворачивания количественного смягчения, может быть повышение процентных ставок, то есть удорожание денег. И на этом фоне, соответственно, пока деньги печатаются, вы будете получать хорошую доходность, а в случае падения ТИПСы обеспечивают защиту вашего капитала. То есть они будут не так сильно падать, как допустим те же самые ТЛТ, потому что рост процентной ставки сразу же приведет к тому, что облигации с фиксированным доходом, они начнут расти в своей доходности и терять в текущей рыночной цене. А не может быть так, что инфляция сожрет весь кэш, обвал рынка будет, но и бакс в цене упадет сильнее, чем инфляция. Ради Бога, пусть падает, у вас будет возможность на этот бакс купить реальные активы, которые создают прибавочную стоимость, которые будут стоить в два раза дешевле, чем они торгуются сейчас. Надеюсь, вам это видео будет полезно и вам, и вашим друзьям, поэтому еще раз ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь среди своих друзей, подписывайтесь на канал, чтобы получать новые видео и еще раз посмотрите стримы предыдущие, когда мы говорили о том, с какими ошибками сталкивается инвестор, потому что неопределенности очень много, активы стоят очень дорого, и рисковые активы, и консервативные активы действительно стоят достаточно дорого. Очень некомфортно, конечно же, оставаться спокойным в этой ситуации, придерживаться выработанной стратегии, главное, не идите за толковой, смотрите, кому и что выгодно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!